Господи, какой же я кривой! Ну ладно, не обращайте внимания, потому что я только недавно проснулся и это второй день пребывания в Таиланде. К сожалению, погода сегодня не радует, идет дождь. Вот так вот все выглядит, смотрите. Очень хотелось солнышка и как можно быстрее вылезти из номера, но не получается. Если он так и будет идти продолжительное время, сходим к Тайке и попросим у него дождевики. Те, которые продаются в 7-11, никуда не годятся, эти бобш-пакеты, они очень быстро рвутся. Ну и с утра мы немножко прибрались в номере, теперь все удобно, доступно и не нужно рыскать тут по полу, искать какие-то вещи. Вчера уснули мы очень быстро, после того, как записал видео с распаковкой, прошло 10 минут, а проснулись в 10 утра. То есть мы, сколько у нас, 8,5 часов сон был. Ну, понятно, день был очень насыщенный, вы сами видели этот видос. Сегодня у меня из активности было только одно событие, это я сходил к Тайке. И для того, чтобы сообщить о проблеме с двигателем байка, короче, смотрите, он заводится иногда с пятого раза. Меня это дико бесит, и я попросил, чтобы мне поменяли. В прошлом видосе говорил, пофигу, пофигу, я уже на всем покатался, мне без разницы какой байк. Ну, блин, проблема с двигателем, это, конечно, вообще никуда не годится. Приехал мой спаситель, разобрался с байком, теперь все заводится с первого раза, все отлично, я рад. Он немного мокрый, по понятным причинам. Ну, легкий дождь все равно идет, но это не страшно. На улице тепло, в районе 26 градусов, но мне все равно нравится, хоть и затянутые тучи. Пукет, он такой зеленый, клевый. А, ты кофту взяла, а если что, ты тоже можешь ее носить? Две, две, две. А, две, окей, давай. Скучаешь по этому, красавцу? А? Хочется уже? Ну, завтра будешь кататься. У тебя будет много возможностей. У тебя как, жопа не болит? У меня, кстати, тоже немножечко. Сейчас проведем тест-драйв, заведется ли он с первого раза. Так, сначала ключик, одной рукой неудобно. Нажми вот эту кнопочку, пожалуйста, справа, которая заводка. А, ну что, правда, с первого раза. Огонь. Погнали. Все, что нужно знать о правилах Таиланда. Парковать байки нельзя. Хорошо, не будем. А мы приехали в Вилла Маркет. Сейчас с тобой ровки съедим. Если они там еще продаются. Знаешь, сколько я там бабла потратил за все время? Именно в этом магазине я тогда лавровый лист за 12 тысяч бат нашел. Ну, так, для понимания. Ну, тут куча всего классного, вкусного. О, яблоки дорогущие. Киви есть, но дешевские. Апельсины, смотри, сколько стоят. 790 бат за кило. Да. Чего так зовут? Смотри, есть персики за 899. Умножайте это все на 1,8. Ну, для простоты на 2. То есть тут куча-куча всякого разного интересного. Дорогого и не очень. Ну, есть и локальные продукты. Не сильно дорогие. Чабата есть в 40 стоит. Смотри. Если захочешь хлебушку чисто пожевать, коктейльчиков, вполне себе. Пагель, фигагель. Ну, пойдем дальше смотреть. А где ровы? Чуть дальше. Там? Да, да. Можно идти. Тут я самые вкусные чипсы покупал в жизни, которые называются Терра австралийские. Я их даже искал на Амазоне и нашел. Но чуть не было доставки в Россию. Тут примерно то же самое, как и везде. Молоко, сливки, йогурты, масло. Так, тут немножко поменялось. Вот в этом месте раньше рыба стояла. И теперь все уехало туда. Вот можно целиковый кусочек взять, пожалуйста. Всего 1692. Ну, здорово. Стыки самые разные. Есть и очень дорогие. За 1750 бак. 2 200. Но это не предел. Вот 3 800. 4 300 за кило. Как тебе такое австралийская говядина? Ну, есть и курица. Тележки всякие. 300 бат, 200 бат. Вот. Вырезка свиная. 595 бат за кило. Тут у нас алкоголь. Блин, не могу найти. Где что-то роллы-то, а? Они раньше были вот где я рыбу видела. Там прям отдельный прилавочек. КЗ. Тут у нас всякая заморозка. Девочку, наверное, интересно посмотреть. Все равно какие-то продукты есть. Вот воск, которым я пользуюсь. А в России он 2 косаря стоит. Возьму. Здесь буду пользоваться. Потому что после того, как вот так вот со шлемом покатаешься, волосы все прижаты. Вот, все, нашел. Вот они. Они правда вкусные. Здесь можно отдельно взять нарезочку. Или ролки. Вот. Вот такие я хочу. Да, свет тут дурацкий. Вот. Салман суши. А тут же нету сыра. Сыра нет. Это именно суши. Не, не, такого ты здесь не найдешь. Да? Угу. А мне вот это еще нравится. Бери. Несколько. Я, в принципе, наем все эти. Достаточно неплохая порция. А соус там есть? Внутри вот лежит. Вот за все мы заплатили 610 бат. Ай, полезно. Капу-кап. И сейчас напитки возьмем. Ну, получилось, знаешь, это без напитков дороже, даже, чем мы там не покупаем. А у меня просто 200 бат, только моя штука для волос стоит. А, все. В следующий раз обязательно возьмем эту мороженую плоту. Ночью, книжечную. Ну, и есть тут моя любимая мороженая. Тут много всего. Ты можешь потом сюда приехать, целый обзор сделать. Мама, это для тебя. Всякие цветочки сухие, очень красивые. Есть и не очень красивые. О, сразу подошла, сейчас будет продавать нам тут все. В следующий раз. Мне нравятся с огонючками вот такие штуки. Мы сейчас будем с Катюшей искать место, куда нам присесть. Вердикт? Мы еще с тобой в Зен сходим. Там ровы вообще просто, язык прогулочек. Зен или Зен? Зен. То перемешает. Это же passion fruit. Нет, я просто чуть-чуть хотела попить, а мне сразу семечка прилетела. А не полезно. Пока мы с Катюшей ели, дождь усилился. Ну и мы параллельно там сейчас ждем, пока нам сделают сим-карты. Стоят они дорого. Тарифный план в месяц 999 бат. Симки еще плюс дополнительно 100 бат. Это всего за скорость 15 мегабит, но безлимитный. 2000 рублей почти в месяц. На мобильную связь. За 15 мегабит. Ты понимаешь, это женщина? Нехеровая елочка, 29 посарей. Зашли в аптеку, нашли не тоник, а шампунь, который я очень сильно искал. Коферу Лайн. Я пользовалась цубакей раньше. Что такое цубакей? Шампунь, бальзам. Клевый? Ну, мне очень нравилось. А потом он, не знаю, мои волосы к нему, кажется, привыкли, а он перестал работать на мои волосы. Самое главное, ты не сказал, стоит этот шампунь 160 баф. И в этой аптеке у меня не сработала карта МТС, а Газпромовская окей. Я, конечно, понимаю, тебя как девочки здесь очень интересно. Косметика необычная. Большинство брендов вообще не знакомые нам. А многие знакомые? Да, я все равно не знаю, что это. Пойдем посмотрим, может быть, дождь уже поменьше стал. Невозможно. Мне не очень хочется тратить световой день на походы в магазине. И вообще я хочу быть на улице, потому что, вот парадокс, на улице теплее, чем здесь. Я хочу согреться на улице. Ну, тут кондея, да, теряется. Да, мне прям холодно. Хотя, вот я вижу по асфальту уже, что улучшений нет. Бляха-муха, ненавижу. Такой сокататься, да, на море съездить. Я еще думал, сегодня буду купаться. Давай тогда искать дождевики. Вот мы еще небольшие покупки сделали. Здесь у нас началки. Одна длинная, ну и два шарика. Катюхе еще приобретем вот такую штукенцию. Для того, чтобы она на байк крепила свой телефонец. 750 бат. Недешево. Но надо. Чтоб навигацией пользовалась, нигде не заблудилась. Я тут вообще везде без навигации катаюсь. А тебе будешь потом мне звонить. Андрей, я не знаю, где я. Я сейчас держал, упал при помощи карты МТС. Все сработало отлично. Еще покажу цену на айфончике. Pro Max. Самый максимальный. 66 900 бат. 14 Pro. 63 900. Ну здесь дешевле, чем в Москве. А просто 14 максималки 45 900. Ну типа моего 12. Только чуть быстрее. Разницы, по-моему, никакой нет. Ну мне нравится, что здесь между Pro Max и Pro небольшая разница. Всего 3000 бат. Видите, здесь все в открытом доступе. Это всякие печеньки с марихуаной. Осуждаю, если что. Я этим всем не пользуюсь. Это я вообще понятия не имею. Вот так вот. Захотели дунать или чем-нибудь. Собрать. Приходишь в магазин и покупаешь. Еще набрали всякой разной фигни. Но дома сделаю распаковку. У нас сумма 1161 бат. На сей раз МТС или Гастрон попробуй? Давай МТС. Давай. Гастрон везде работает. Ага. Сделаем тест-драйв. Беспроводным способом не сработало. А, пин-код. Оп. Прямок? Нет. Все, МТС-овская работает. Лива-маркет. Сейчас будем надевать дерзовики. Сейчас свою заставлю. Они такие клевые, на самом деле. Такие яркие. По размеру самое то. Мне нравится. Блин. Они как мужские рубашки застегиваются. Ну, для девочек, короче, неудобно. У женщин обычно рубашки на другую сторону вырастут. Ну ладно. У нас теперь видно издалека. Все. Для меня это как платье просто. Все. Можно валить. Вот так будем кататься. Все наши покупки распекали. Там внутри все занято. Плюс повезло, что есть крючок. В прошлый раз, когда я приезжал в Таиланд, отдельно его покупал. По-моему, за три косаря бат. То есть вообще недешево. Ну и мы готовы ехать. В дождевике, в принципе, классно. Единственное, тут немножко рукава короткие. У меня торчит толстовка. По-любому, чуть-чуть, но намокнем. Но с дождевиком все равно хорошо. Ну и вот. Примерно там капает. То есть, конечно, поменьше. Но все равно. Придется ехать вот так вот. Какую-то не забрал. И периодически рукой смахивать дождевые капли. Ну и, как говорил, разбор покупок вам потом уже дома покажу. Хотя, можно и сейчас. Смотрите. Здесь у нас крейтеры, которые я обожаю. Хай-Тай. Стоят они недорого. Катя чипсус набрал. Плюс там у нас большая пачка писташек. Офигительно. От компании Тонг Гарден. Я их тоннами ел в прошлый раз. Плюс тут изифирки, пупырки от Джели Бели. Со вкусом. Это у нас что? Виноград. Ну, Кате надо было сказать, чтобы она закрыла. Потому что туда накапает дождь, и все это растворится. Да. Пожалуй, сюда. И что там у нас еще? А, ну и маракуйя. Вот на дне там. Купим потом ложечки и будем их видеть дома. Все. Поэтому разбор покупок окончен. А, ну и здоровая пачка. Вот такая чипсов. В руке повезет. Так классно возвращаться в номер когда-то. Все чистенькое. И давайте я вам себя покажу, насколько сильно я промок. После этого дождевика. Он на самом деле не сильно сработал. Потому что на руле висел пакет с продуктами. И у меня ноги были в раскоряку. Ну, то есть вот так вот я все делал. Ну, естественно, у меня все очко мокрое. И передний карман. Ну, и в такую погоду, конечно, надо будет переодеваться. Потому что носки все насквозь. Вот так вот по ногам течет. Заливается. Потом все хлюпает. А в этих не так страшно. Когда что перестанешь лить, а? Ну, вроде как в 5 часов обещают. Поэтому у нас немного будет цветового дня. Когда мы сможем нормально покататься. Да я, в общем-то, полностью переоделся. Надел плавательную футболку. Шорты. Потому что, по сути, на улице можно плавать. Дождь еще немножко усилился. Знаете, что мне нравится? То, что у меня гоупрошка. И пофигу на вот эту всю влагу. Потому что раньше с камерами парился. Даже Sony X3000, она промокаемая. И для того, чтобы снимать под водой, необходимо надевать подводный чехол. А тут нырнул и все. Вот единственное, конечно, я в Ашара в прошлом видосе не до конца закрутил вот эту линзу. И у меня там маленькая щелка была. Но это я сам виноват. Сейчас у меня прическа очка Эрик Ботаник. Берем воск. Можно прям с крышки снять. И на волосы. Себе на локру куда-нибудь дадим? Да, я сейчас отру. И я даже когда сниму шлем, у меня все у него такие прижаты. Вот такие булки. Вообще как придурок. Потом просто рукой так вот смахиваешь. И все. Да, отличная прическа. Класс. Он очень клевый. Он матовый. И не дает вот этого эффекта блеска. То есть сейчас волосы не выглядят, как будто я их намазал чем-то вот. Знаешь, вот есть склизкие, дешманские. В Ашане продаются. Я один раз взял. Ну хрень-хрень. Два фасаря на Озоне. А здесь? 220 бат. Это Беломаркет. И так он 200 рублей стоит. Ну 200 бат я имею в виду. Прикольная штука. Мне очень нравится. Я, наверное, когда в Москву поеду, чтобы так все было. И на Озоне продал. Попик, голопопик. Ааа, не снимай меня. Моя попа, не снимай. Ну как тебе Читус? Огонь? Огонь. Ари, я улыбнулся. Все желтое. Бери пакет с собой. Пойдем поднимемся на крышу. На Куфу? Ну, на самый верх. Там вид будет на море. Смотри, видок-то тут клевый. Да, здесь куча и видит. Ну да. Вон остров. Вон вилла авиасейлс. Тут прямо хорошо видно. Вот наш басик. Я сюда буду приходить работать. Это же вообще клево. Вон сел, стулья есть. Все. Надо, чтобы интернет добивал. А, хотя у меня есть мои 15 мегабит. Я хочу заснять, а ты мне мешаешь. Я молчу. Да, ведь? По факту, да, но я молчу. Ой, клево. Вот сюда ноутбук буду ставить. Вот так вот. И работать. Еще, еще. А, ну ты снимаешь. Ну и что? Ну какая разница? Что-то не можешь радость проявить. Как? Там темно. Там темно. Там не видно. У нас номер идет. Все, он, решается, решается. Я хочу покушать, читаться. Чуть-чуть отдохнуть. И погоним. Не, уже сейчас погоним. Аааа. Коктейльчик какой-нибудь выпьем. Обломчик. Мне так нравятся тайцы в деталях, конечно, клевые ребята. Симночку поменяли, приклеили. С обратной стороны на чехла. Не на телефон, на чехол. Недолго музыка играла. Я себе уже порвал немножечко свой дождевик. Вот в этом месте. Он порвал и все в начале, когда распаковывал. Вот так и передвигаемся. Не знаю, слышно ли меня. Подитуровать контент. Я первый записываю. В прошлый раз я тебе уступил. Нет, у меня нет. Ну, Катя уже взяла камеру. Да, и Андрей взял камеру. Давай просто вдвоем запишем. Будет одно и то же. Все равно у тебя свои подписчики и у меня свои. Давай. заехали банка лучше я взял себе пиццу дозвучит по-дурацки любви есть у меня мы всякие разные креветки но здесь она очень вкусно а ну вам говорит хорошо это андрей даме претендовал что вкусно а я по моему ни разу жизни не пробовали цены не раз помят восемь часов они очень вкусно очень я прям объедался в прошлый раз первый раз нет я тут вообще-то на дивно бучу первый раз пробуем и взяли по коктейлю я себе взяла личи мята андрей как обычно это пишет маракуйя по-русски вот сейчас наедимся и потом на массажах на равайское побережье я не знаю как она называется не запоминаю очень классно делали нам понравилось но андрей говорит уж тут много крутых массаж но я вам покажу одно из самых дорогих мест на равайской побережье как бы у вас не долго будем ходить нет нет жалко такой денек у нас получился дождливый вообще прокатали километров 20 наверное за весь день против вчерашних 130 или 140 я тоже хотела сегодня нормально на улице потусить покататься может прогуляться по побережью но сейчас все мокрые дождь фигачить везде ну ничего у нас получается андрей работает сейчас у дня по тайскому времени с двух часов дня мы можем вставать 8 9 если ложится часов 12 вставать 8 9 утра и до пол второго у нас времени полно да ты дальше может сама по-другому единственное не пойму когда монтажом заниматься конечно вот так вот выглядит моя пицца напиточки на месте хотя опять ворует мой контент почему я буду быть в этом если больше на месте так это я себе заказал брать джонни делится едой смотри какая красота я очень надеюсь что тебе понравится мне это очень вкусно приятного аппетита потом расскажу как ли до массажки топовая кимс массаж выберем себе ароматик ойл за 450 бат здесь немножко дороже но здесь прям клёво ну и пока не стемнело вот вам равайское побережье все затянуто сожалению в течение сегодняшнего дня солнышко вылезло на 0 минут ну ничего теплое теплое а все классно а как ты дотянемся ну что мы в ким массаж взяли два ароматик ойл еще каких-то пять минут ой все конечно тоже сейчас после массажа пойду домой под душе встану горячий и ты со мной да тем более что мы купили скоро у нас там много всего тебе ну чё ты готова но здесь покруче моют ноги чаёчек предлагают до и после массажа массаж мне больше понравился если честно катюша только единственная финальный вот этот момент короче разочаровала очень громко так вот локтями давили вот на эти части очень сильно причем как-то меня согнули и прям всем тело накидывались и мне было очень больно я молчала потому что была такая обстановка типа все шоу потом были тишина этим я молчал не это на самом деле в моменте больновато и вот наоборот все вышел прям чувствую себя прекрасно видел какая крупная дама мне массаж делала они гораздо лучше делают массаж у них руки очень сильные а мне наоборот нравится ну видимо дело вкуса опять же да на равайском побережье мы немножко пришли в себя после массажа вообще ничего делать не охота скажи да такой дзен ловишь помылись души тепленькая водичка хорошо в номере у нас ничего не высохло так и лежит мокрое вообще не нагрял и сейчас наверно поедем покатаемся звучит конечно странно чему будем делать такое вечернее время но число классно поболтаем да с тобой как москве сначала думал съездить на ночной рынок но думаю в следующий выходной даже не брать сейчас штанишка хуже и катя штанишка толстовочки или поедет надеюсь не будет холодно звучит странно сейчас 24 грамм или 25 но прохладно ну прохладненько так скажи если сейчас я вышла бы в топике шортах на улице пешком гулять вообще пофиг а вот если кататься то прям прохладно потому что на скорости хотя он и теплый ветер все равно прохладно ну так знаешь когда мы прилетели было намного теплее но сейчас просто дождь ливень текущее место блин 28 мы жалуемся ты прикинь да не может быть такого мне кажется у тебя вообще все все обновились говорю 25 он пишет что дождь идет до него по факту нет но это же проценты имеется ввиду процент покрытия острова или как я читала то что да это не 40 процентов типа интенсивность дождя а именно 40 процентов от площади вот этого пункта покрыты дождем где-то дождя нет 60 процентов а 40 процентов есть но здесь то не будет но я пойду выйду посмотрю но так не слышу да нет вообще ничего не льет нет но эти были то 40 процентов покрытия может это на севере мы-то на юге аккуратней ну все поехали прокатимся я может еще чуть-чуть стачу ну не то чтобы сидеть знаешь кафе а заехать куда-нибудь что они все мог не высохнуть через месяц если повезет не если только выйдет солнце все высохнет моментально а так вообще не знаю если вещи могут за затухнуть я сегодня хотела море потрогать температуру получается подхожу волна такая у тебя до сих пор вот эти вещи какие-то влажные блин уже больше суток прошло это у меня шорты сколько неделю будет с ним будет солнце пипец они уже в ком поправится мы там забудем их поедем кататься но они уже высохли все солнце уже несколько дней висят а я такой попадал да это не новым ну и таким образом сейчас буду сушить свой карман я забыл что у меня там мокро надеть мне больше ничего вообще актуальтизация доехали в кафе взять себе вечерний кофе сегодня мы его не пили у категория то горячие у меня капучино ну тут небольшие размеры как тебе или горький а сахар на лизе мне точно и штучки для того чтобы на байклеш как тут тает сейчас развеселился он мне принес кофе и вот эта штучка то что дышит на байкл не подходил к штаканчик маленький в итоге все примотали скотчем счастливый радостный такой тут угорал мне нравится знаешь чего то что они никогда не теряют лицо если что-то не получается это очень натуральные продукты даже сахар вот выберем смотрите ребят вот этот с нулевым содержанием калорий а это остея просто сахара даже нет надеюсь будет сладко потому что я горький в капучино так как пенка горчи чуть-чуть но сладко а дашь ли свое попробовать локально я хоть заценим никогда не брал здесь мой вкус ну это блин вообще там карамель это химия это вкусненько правда она и стоит здесь 150 бат поехали на найхам попить кофе но по дороге катюшка все выпила уже вы муж но и попить исходь не может и вот ходить вот туда туда конечно кайфуешь волна так сильно смело богу сейчас я вам на секунду дал послушать будем заканчивать наш лок блин вот сейчас потеплее достала давай прекрасный танец и подходи закрывая камеру а камеру закрыть point